Створение ходовой частины локомотива. Встановим якостью единиц вымеру миллиметры, скориставшись пунктом меню Customize Unit Setup. Налаштуем рабочий простер. Встановим с помощью пункта Renderable File View Image File. Ось так и изображение. То срубим его. Зманшины. Чтобы бананы было на заводе, сейчас моделевание. На выдавом экране фронт, разгорнувши его. Створим промокутный сплайн команды в вкладке Create Shape Rectangular с размерами. 250 на 800 миллиметров. Ну и с таким чином. Активуем обидвие властивости в пункте Rendering. Enable. Установим квадратный профиль с параметрами довжины 80 миллиметров. Толщины 5 миллиметров. Вид повидно. По Ретворму отрыванный объект в редагованный по оригональной задав помогу команды контекстного меню объекта Convert Convert to Editable Poly. В режиме редагования ребер, выберите горизонтальные и разделите их на реберами за допомогою команды Connect. Вот таким чином. Отриманные деления будут кривыми. Как мы видим, ось тут вот. Ось ци. Для виправления геометрии необходимо перейти в режим редагования точек Vertex. Выделить вид повидные точки. Напрыгну. То есть так. Вот так. На вкладке Edit Geometry. Справа от команды Make Planner. Натиснуты X. Для выравнивания за осью X. И ось ци. Точки. Вот таким вот чином. Выделим все горизонтальные ребра. Центральные секции. Вот масштабуем и по оси X. А равномерно смешивши бичные секции. Приблизно ось таким чином. За допомогу команды Connect еще раз разделим двумя ребрами центральный сегмент. Вот. Вот таким чином. Перейдите в режим редагования точек Vertex и выделите точки верхней частины центрального сегмента. Активуйте видовой экран Front. Активуйте команду перемещения. Выключите контекст на меню CE команды. И задайте параметр размещения по Y 50 мм. Видно основного перемещения Offset Screen. Там написано Enter. Выберите нижние точки центрального сегмента и задайте тот же параметр с виденным значением минус 50 мм. Выделите все точки верхней частины конструкции. И разместите их на минус 80 мм по оси Y. Вот таким чином. Перейдите в режим редагования граней Polygons. Видовому экране перспектива. Выделите горизонтальные межи бичных секций. Вот таким чином. И выдавите их на 40 мм. И в команду выдавливаем Extrude. 40 мм. Вот так. Поднимите их команду и выдавите вертикальные межи бичных секций на 20 мм. В режиме работы с ребрами edges. Выделите все горизонтальные ребра центральной секцией. Поделите их на двое за допомогой команды connect и за наступными параметрами. Кількость ребра 2. Витстань. Витстань нижними 90 мм. Смещение 0. Отриманы узкие межи верхней и нижней частины конструкции в режиме Polygon. Объеднуем за допомогой команды. Допомогой команды bridge. Вот таким чином. На видовому экране Front. Створить за допомогою линии перекладину для средних секторов конструкции. Витстань. Витстань. Перекладину. Витстань. Робим активировать. Автогрид. Ось таким чином. Приблизна. Ось так. Активуем параметры линии Рендеринг. Активуем пропорционный Энэйбл. Встанавливаем наступные параметры. Прямокутный профиль. Довжина 80 миллиметров. Ширина 5 миллиметров. На видовом экране вид с горы. Устанавливаем на Линия. Употребный лиц. Далее за допомогой команды зеркала. Робуем копию этого элемента. Устанавливаем так же потребный лиц. Далее за допомогой команды зеркала. Устанавливаем наступные параметры. Устанавливаем наступные параметры. Устанавливаем наступные параметры. Выделяем центральный сегмент. За допомогой команды EoTouch проединаем до ней еще и настроены обычные элементы. В режиме редагувания ребра edges выбираем горизонтальный ребра боковых секций. Делим их командой connect наступными параметрами 1 0 50 миллиметров. После чего переходим в режим редактирования точек vertex. Выделяем ци точки. Выравниваем за иксом. Все же операции. Выконуем на нижней частинии. Выделяем экране горизонтальный внутрижний. Мы обычных секций в режиме редагувания полигонев. Выкористовывая команду bridge объединуемых. Вот таким шином. Выделяем обычные грани и выдавливаем команду extrude на 20 миллиметров. В середине центральная секции в режиме автогрид. Створим спираль. Командуем пункт в меню create shapes helix. с наступными параметрами. С наступными параметрами. Радиус Радиус Першей и другой 32 миллиметра. Высота 250 миллиметров. Высота 250 миллиметров. Колькость цветков 15. В вкладке рендеринг активируем пропорции enable. Обираем радиальную форму. Устанавливаем толщину профиля 3 миллиметра. На видовом экране с горы устанавливаем спираль употребной мисце. Подублюемые. Далее створим для средней секции параллелепипед. наступными размерами. 100 миллиметров. 170 миллиметров. до 500 миллиметров. Устанавливаем ее у центральной секции. Центральную секцию. Таким чином. параллелепипед. Паралелепипед. 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 Гональный. Редагуем объект. за допомогу команды editable poly. Делим о подложении на несколько секций. за допомогу команды connect. istenial размеров. в watching cursive. И торопаем от нужных. ещё раз похоже на квадрат. � Выдавливаем за допомогу команды FASCO BEVER наступными параметрами 20 миллиметров минус 10 миллиметров. Далее застосовываем команду INSERT с параметром 20 миллиметров. Ходим команду выдавливания EXTRUDE с параметром медъемным минус 20 миллиметров. Перемыкаем на видовый экран FRONT и створим на бичной частини цилиндр с наступными параметрами. Радиус 180 миллиметров. Товщина 80 миллиметров. Сегментив 1. Секции 24. Путин перетвориваем цилиндр. У редагованный полигональный объект. У режима работы с гранями Выделяем зубничную грань. Застосовываем команду INSERT с параметром 10 миллиметров. Путин застосовываем команду BEVEL с параметрами 35 и минус 25. С параметрами минус 35 и минус 25. Путин команду INSERT с параметрами 80 миллиметров. Путин команду FASCO BEVEL с параметрами 30. Минус 30 миллиметров. Далее застосовываем команду выдавливания EXTRUDE на 50. Выделяем внутреннюю бичную грань колеса. Застосовываем команду INSERT с параметром 10. Застосовываем команду INSERT с параметром 10. Путин команду INSERT с параметрами 60. Команду EXTRUDE с параметрами 10. INSERT 40 миллиметров. И команду выдавливания EXTRUDE на 50 или больше. Перемыкаем ось в режим работы из ребром и EDGES. И выделяем и бутяк о ребро на зонешней частини стороне колеса. Застосовываем команду RING. Выделяется по колу все аналогичные ребры. Застосовываем команду CONNECT с параметрами 1.0.80. Переходим в режим продвигания граней. Затискаем клавишу SHIFT. Выделяем будь-яку затриманных узких граней. Затискаем клавишу SHIFT. Затискаем левую кнопку мыши на SUSINI. Выделяем будь-яку. Выделяются все по ободу колеса. Застосовываем команду выдавливания EXTRUDE с параметрами 10 миллиметров. Тип выдавливания LOCAL NORMAL. Ну и выйду из горы, и устанавливаем КЛСО в потребное место. Затискаем клавишу SHIFT. Далее перемыкаемся в режим продвигания точек. Выделяем бичные зовнішние точки. Колеса и вытягиваем крись конструкцию на зовні. Вот таким чином. Перемыкаемся в режим граней. И до частини, что вышло на зовні, засовываем команду FASKA с параметрами 20 минус 20. Вот с такими параметрами. У режима точек выделить на внутрешней оси крайние точки. Продолжите весь. Дублюем и КЛСО на другую бичную частину с залежностью. Инстанс. Выделяем от пружины. Перетворим их в продагованные полигональные объекты. Выделяем все объекты. Та застосовываем от них в модификатор симметрия. Разгортаем вкладку. Обираем потребный вариант. Флип. В инш сторону. Налаштовываем потребную довжину. Та допомогу корочих элементов. Далее у режима редакувания точек. Налаштовываем элементы для створения замкнутого контура. Если не удалось одразу. Вот таким образом. На выгляде сверху с горы. В режиме автогрид створим цилиндр на раме. С наступными параметрами. Радиус 75 миллиметров. Высота 30 миллиметров. Кольки сигментов один. Кольки сторон девять. Центруем объект. Перетворим отременный элемент. Редагованный полигональный. Выделяем в режиме редагувания граней. В верхнюю мыжу. Застосовываем команду insert. с параметрами 20 миллиметров. Экструд на минус 20 миллиметров. Экструд на минус 20. Таким же чином створим гайки. Розташуем их в необходимых местах. На приклад. Створим гайки розмерами. Радиусом 15 миллиметров. Высотой 15 миллиметров. Кольки сторон 5. Перетворим. Редагованный полигональный объект. В режиме подмывания граней. До верхней грани. Застосовываем команду insert. На 3 миллиметры. Это bevel. С параметрами. 3. Минус 1. Надеяки. Ребра. Можливо. Застосовываем команду chamfer. С параметром 1 миллиметр. Для надания. Більш. Реалистичного. Эффекту. Я кусил так. Растосовываем гайки в потребных местах. Дуплю ему. Выйдя с горы. Паламетром. Паламетром. Продолжение следует... Продолжение следует... За допомогой команды выривнивания устанавливаем их в потребные места. Продолжение следует... Ось тут потребно, например, сделать фаску. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть на тех бичных гранях. Продолжение следует... Продолжение следует... Работа завершена... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...